С вами Огневеша, давайте сегодня попробуем разобраться, что такое процветание. Богатый человек это тот, у которого все есть, и у которого нет комплекса дефицита. И богатство это не когда мы много тратим, а когда к нам приходит намного больше средств, ресурсов и денег, чем мы используем. И у нас нет необходимости работать по найму, и мы работаем столько, сколько захотим, когда захотим. Однако это внешняя составляющая. Несколько лет назад я был в Индии, и один святой человек рассказал мне о девяти составляющих процветания. Это в корне поменяло мое представление о процветании. Сегодня я поделюсь этим с вами. Процветание в санскрите называется словом Артхам. И есть так называемый Артхашастра, в котором описывается, что нужно делать, чтобы быть богатым. И там также описываются девять составляющих процветания. Первая и вторая составляющие процветания это чистый воздух, чистая вода. Не секрет, что там, где есть нехватка чистого воздуха и чистой воды, сокращается продолжительность жизни людей. И ухудшается, очень сильно ухудшается здоровье. И мы любим проводить время на озерах, на морях, на реках, потому что это поддерживает наше здоровье. И это необходимо для нас. Третья, это составляющая процветания, это свежеприготовленная пища. В эрвете говорится, что свежеприготовленная пища имеет свою энергетическую ценность в течение трех часов. Если у нас есть в течение дня, в любое время есть необходимое количество свежеприготовленной пищи, то мы будем всегда энергичны и всегда здоровы. Четвертое, много пространства для жизни. Не секрет, что для каждого человека нужно личное пространство. Для отдыха и для работы. Если у нас не хватает пространства жизненного, то мы несчастливы. Пятая составляющая, это любимая деятельность, которая поддерживает меня материально. То есть, как говорил Лев Толстой, с счастьем не когда мы делаем то, что хотим, а когда хотим то, что делаем. И эта деятельность, которой мы занимаемся, которая приносит нам доход, она нам тоже нравится. Это будет делать нас счастливыми. Шестая составляющая, это работа рядом с домом. Или местом жилья. И есть множество людей, которые работают очень отдаленно от дома. Они тратят многие часы каждый день, чтобы добраться до работы. И, конечно же, это очень мешает процветанию. И забирает много энергии и денег. Восьмая составляющая, болезни проходят мимо. У человека может быть много денег, но, например, как Стив Джобс, если нет здоровья, то никакие деньги не смогут спасти человека. Девятая составляющая, гармония с окружающей природой. Гармония с окружающей природой. Если мы находимся в гармонии с окружающей природой, то у нас будет достаточно пищи, у нас будет хорошее настроение. И природа будет всегда радовать нас. Также еще одна составляющая – это хорошее отношение с окружающими людьми. Если у нас есть гармония с окружающими людьми, то мы будем счастливы и у нас будет хорошее настроение всегда. Итак, если у вас есть одна или два составляющих процветания, то вы уже богатый человек. И нам нужно стремиться ко всем девяти составляющих процветания, ведь это и есть богатство. До скорой встречи.